Многодетная мама из Самары вошла в топ-15 самых красивых замужних женщин мира. На международном конкурсе красоты «Месяц земной шар», который прошел в Китае, Наталья Панкратова завоевала титул «Лучшая улыбка года». В копилке у девушки уже немало побед, но это считает самое престижное, ведь никто из жительниц нашего региона в таком конкурсе еще не участвовал. О красивом материнстве и женщине, которая успевает все в сюжете Марии Акимовой. Роскошное вечернее платье, ленты через плечо, на голове корона, усыпанная сотней камней. Все это атрибуты, без которых королеву красоты невозможно представить. Самарчанка Наталья Панкратова вернулась из Китая, где она представляла страну на конкурсе для замужних дам «Миссис земной шар-2017». Он проходит вот уже более 20 лет. Традиционно его участницы – самые красивые женщины мира. В этот раз конкурс собрал представительниц 72 стран. Конкуренция серьезная, но многодетная мама не волновалась благодаря поддержке близких. Маму девочки поддерживали, переживали. Старшая дочка славяна, ей вот уже будет в феврале 19 лет, она была со мной всю эту фестивальную неделю. Дочка вела прямой эфир из зала. Она сидела в зрительном зале, забегала за кулисы, там мне что-то поправляло. Поэтому это дорогого стоит. Я рада, что мы еще больше объединились, что они видят во мне не только маму, которая может находиться на кухне или работать хотят. То есть мама может все. Даже выдержать три месяца подготовки и 10-дневный марафон со множеством испытаний. Для визитки на английском Наталья выучила язык. Чуть ли не каждый день тренировки в спортзале. Фигура должна быть идеальной. А еще дефиле в разных образах. Например, наряд-трансформер цвета фуксии. По сути, это два платья в одном, благодаря баске, которая крепится на талии. А еще солнечный национальный костюм. Вот такой китайский образ с эксклюзивным принтом на юбке. Вот, например, воротничок. Он кажется двойным, но на самом деле внутреннего шва нет. Вся коллекция сделана из натуральных материалов. Также, если особенностью, можно сказать, каждого платья, это длинная молния вплоть практически до низа с традиционной кисточкой на молнии и традиционными китайскими застежками. Наталья Панкратова стала первой участницей этого конкурса из Самары. И дебют удался. Вошла в топ-15 и даже завоевала титул лучшей улыбки года. Тот титул, который она получила, и тот опыт, он ей, конечно, нужен для того, чтобы в дальнейшем продвигать тему поддержки семьи, материнства, детства и понимать, насколько мир шире, чем мы себе его видим. А пока в областной столице полным ходом идет другой конкурс. Миссис Самарская губерния. Уже началась трехмесячная подготовка финалисток. Среди участниц – мама с семью детьми. 18 февраля состоится финал, на котором будет названо имя победительницы. Мария Акимова, Дмитрий Столяров. Новости губернии.